Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я, Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. 70 лет отмечает специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 5. На следующий год, после победы в Великой Отечественной войне, в Куйбышеве решили, как сказали бы сегодня, к воспитанию спортсменов подойти профессионально. В школе открыли отделение фигурного катания, футбола, волейбола, плавания, легкой атлетики и гимнастики. Первый директор Ида Ефимовна Юхвиц. Об истории с Дюшор и его сегодняшних буднях мастеру спорта расскажут Наталья Ротенко, старший тренер отделения художественной гимнастики, и Любовь Шаталова, вице-президент спортивной гимнастики городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно же, об истории. Что вы помните, какой была школа много лет назад? Первый наш юбилей мы решили отпраздновать в 86-м году. Было очень хорошее празднование, много родителей, детей, много преподавателей. Были наши ведущие тренеры-преподаватели, заслуженные. К сожалению, сейчас они уже ушли из жизни, но просто в памяти остался вот этот вот очень хороший юбилей. Мы рассчитываем, что в этом году, когда мы будем праздновать 70-летие нашей школы, у нас тоже все пройдет замечательно. Ну вот в деталях, могли бы вспомнить тогда еще Советский Союз, 86-й год, как это было? Да, могу вспомнить, что было так же, было сложно с залами, где мы только не занимались. Мы занимались, по крайней мере, спортивной гимнастикой на площади Куйбышева в театре перебалета. Потом нам предоставили зал завода имени Масленникова, такой полукруглый, наши гимнасты бегали по кругу для того, чтобы разбежаться и сделать прыжок. Было такое, да. Вот. И было сложно. Ну, сейчас вот нам построили зал большой, спортивный, называется Манкрация, находится на улице Физкультурной 116. Сейчас мы занимаемся там вместе с художественной гимнастикой. Пальма перенства была у Толясинской школы художественной гимнастики. Я считаю, что начиная с 90-х годов, а в частности с 96-го года, как бы перенство завоевает, начинает уже самарская художественная гимнастика. В связи с чем? С тем, что в 96-м году впервые был организован крупнейший турнир Кубок Марии Лобоч, куда были приглашены Анатолием Векшином, ведущей гимнастки Европы и мира. То есть где-то отсюда началась популяризация художественной гимнастики в Самаре именно. Затем также при содействии нашего нынешнего директора с его помощью, при активном участии тренеров отделения на художественной гимнастике были организованы областные турниры. И следующий крупнейший турнир, посвященный памяти великого нашего тренера-хореографа Виктора Ивановича Сергеева, он сейчас называется Мемирал Виктора Ивановича Сергеева, куда также съезжались крупнейшие страны и ведущие гимнастки мира. То есть первые турниры были грандиозные. Также являлся способством популяризации художественной гимнастики. И затем все турниры, которые были организованы нашим же тренером нашей школы, это и «Жемчужная Жигуля», «Юная», «Грация», «Зимняя», «Сказка». Правда, я не сказала еще о турнире «Дружба» тоже. Это все турниры, которые сейчас введены в календарь областных соревнований, они были организованы нашими тренерами. Вот я хочу сказать, что у нас очень специалисты сильного уровня. У нас сейчас работает 14 вригад тренерских. Конечно же, как и у всех, есть проблемы с залами, но мы все равно выживаем и показываем довольно-таки высокий спортивный результат. У нас есть три заслуженных мастера спорта. Это Екатерина Пирожкова, Ксения Полякова и Мария Якименко. Гимнастки, которые, конечно же, несмотря на то, что мы тренируемся в обычных условиях, в обычных спортивных залах, мы смогли защитить честь нашей страны. У нас много воспитанников, которые становились и призерами, и РСФСР, и СССР. А вы именно вспомните? Да, это Яблоков Игорь был, он даже был призер Союза. У него Евгений Федорович Логовинов, заслуженный тренер, ну, ныне тоже ушедший из жизни, был. Котарева Люба там. Монахов Данил, вот он был тоже призером неоднократных чемпионатов и первенства России. И победителем тоже. Из последних самых, вот из мальчиков, это вот Кулебякин у нас, Денис, он тоже неоднократный призер первенства России. Из девочек, это вот воспитанницы заслуженного тренера Валентина Николаевна Зиновьева, тоже были неоднократными призерами ПФО первенства России. Ну и из наших стен тоже вышла такая воспитанница, как Привалова Екатерина. Сейчас она является президентом областной федерации спортивной гимнастики. А сложно найти ребят для вашего вида спорта? Для художественной гимнастики? Для художественной гимнастики. Я всегда говорю, родите, пожалуйста, гимнастку. Потому что, лично я как тренер делю, есть гимнастки, а есть спортсменки. Хорошие спортсменки, зачетницы я их называю, дающие команде очки, например, мастера спорта достойные. А есть гимнастки. Вот как раз такие гимнастки настоящие. Родители должны понимать, что нужно все-таки знать, какие требования проявляются именно гимнастки. Это тонкая, хрустальная, звонкая, белокожая. Обязательно у нас должно быть низкое артериальное давление. Это нормально, 90 на 60. Она вся такая худосочная должна быть, светящаяся буквально. Вот отсюда с ногами. А в спортивной гимнастике? Ну, в спортивной гимнастике тоже сложно найти. Вот именно изюминка такая, ну как, чтобы вот она... Ну, может быть, как все считают, что в спортивной гимнастике проще. Я не могу этого сказать. Там тоже свои требования предъявляются. Там еще должны быть определенные физические данные, более такие. Вот у них худая такая, тонкая, прозрачная. Но у нас это не обязательно, но она должна быть волевая, атлетичная и так далее. И прежде всего, наверное, я хочу добавить, что на первом этапе, наверное, очень много зависит от родителей. И почему-то родители считают, что спорт это, ну как бы, второстепенное такое занятие. Но если ты чем-то серьезно увлекаешься, то, естественно, этому надо тоже очень много относиться. Ну, отдавать внимание. И точно так же, как если ребенок в школе отстает по-английски, ему на это не мают репетиторов, точно так же у нас. Если ты будешь пропускать занятия и не ходить на них, естественно, ни о чем говорить нельзя. А я... Можно добавить? Добавьте. А я хочу сказать, что когда приходят родители, может быть, неопытные, может, у них первые ребенка говорят, вот она хочет или она не хочет, а я говорю, не может ребенок хотеть или не хотеть, он в жизни еще не знает. Должны хотеть и отдаваться только родителям. На первом этапе, по крайней мере. Да даже на всех этапах. И всегда говорю, родители, будьте с нами как можно дольше. Они бывают там, дети первые раз это выполняют кандидатов, они более... Уже ослабевают их внимание. И отношение к спорту как-то скажет. Ребенок возрослел, можно не так уже следить. Да нет. Это такая классная, я говорю, тусовка, когда родители общаются, болеют, переживают, обсуждают, готовятся к соревнованиям. Сидят наверху у нас на балконе в Грации и тусуются. То есть это же, говорю, скоро уйдет, этого не будет, будет грустно без нас. Без вот этих вот, вот этой борьбы, которая идет иногда не только между детьми, а между родителями тоже. И сейчас в связи с тем, что в художественной гимнастике открылось несколько залов, то есть мы можем не только Грации, Грации уже 10, наверное, лет, у нас открылся прекрасные комплексы молодежной орбиты, где также мы имеем возможность арендовать за счет привлеченных также средств, средств родителей, арендовать эти помещения. И хочу сказать, что, конечно же, однозначно будет большой результат. Чтобы подготовить гимнастку, гимнастка должна тренироваться не менее 6 раз в неделю, минимум 3-4 часа в день. Минимум. И хочу сказать, что это получается. И спасибо родителям, которые также жертвуют, может быть, каким-то временем на подготовку к школе. То есть они преданы нам, систематически вводят не в этот зал, так и в другой зал. Это перемещение огромное по нашему растянутому такому городу. Но это получается. И я вижу, что растет в нашей школе именно идет результат роста спортивных достижений. За этот год мы проводили в январе месяце первенство Привозского федерального округа на базе спорткомплекса Грация. Прошел как праздник для детей. Это проводится в зимнее время. Прекрасно было организовано соревнование. Наша команда, состоящая полностью из воспитательницы «Дюшор-5», заняла третье место. Это достижение? Три гимнастки. Три гимнастки вошли в финальную часть первенства России. И Мария Екатерина Полякова стала чемпионкой Европы. А также была отобрана в состав сборной команды России в качестве запасной и присутствовала на Олимпийских играх. Что можно сказать о спортивной гимнастике? Да, я бы хотела. Народу, конечно, очень много. И у нас расписаны снаряды буквально по минутам. И, естественно, в таких условиях тоже высокого результата достаточно сложно достичь. Потому что если у тебя приходит 8-10 гимнасток на один снаряд, естественно, попадает они на него очень мало. Вот это наша сейчас основная проблема. В прошлом году вот один тренер, Сандаков Андреев, он мастер спорта, наш выпускник, начал работать у нас. А вот в этом году уже начал Данил Монахов. Я тоже про него говорила, что он и чемпион был, и призер. И он тоже начал работать. И мы очень надеемся, что это будет способствовать тому, что у нас вырастут результаты значительно. Это была гимнастика на телеканале Самара ГИС в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи.